Всем привет! Сегодня расскажу о человеке, который шел туда, где гуще тьма, пытаясь ее рассеять. Оттого был сослан в гулаг, ведь, как говорил усатый любимчик некоторых и в наши дни, что страшно, был бы человек, а статья найдется. Любителям советского прошлого, мечтающим его вернуть, посвящается. Адриан Митрофанович Топоров родился в Белгородской области. Окончив там школу и поработав некоторое время учителем, он отправился в одно из самых глухих алтайских сел, Верхжилино, Косихинского района Алтайского края. Первые его воспоминания о работе были нерадостными. Цитирую. Была худая шкаленка, было нищенское жалование, были равнодушия, подозрительность, хмурое молчание баб и мужиков. Там он и решил заниматься просветительской деятельностью, учил не только детей, но и взрослых. Его не сломало и то, что работать пришлось в сарае с протекающей крыши. Так, к 1920 году он создал на Алтае крестьянскую коммуну «Майское утро». Он целенаправленно обучал крестьян грамоте, устраивал литературные вечера и спектакли, выступал с публичными лекциями и учил играть их на скрипке. Каждый вечер члены коммуны проводили громкие читки произведений Блока, Пушкина, Шекспира, Горького, Чуковского и Твардовского. Причем крестьяне не просто читали классику, но и обсуждали ее. Топоров создал в этом глухом краю библиотеку, народный театр, небольшой краеведческий музей, хор и оркестр, которые исполняли классические произведения. Даже добился разрешения и открыл в селе воскресную школу для женщин. После уроков он стенографически точно записывал отзывы своих учеников о прочитанном и на этом материале написал свою книгу «Крестьяне о писателях». 17 мая 1937 года Топоров был арестован и осужден по статье 58. Что это за статья? Она вступила в силу в 1927 году и утратила ее лишь 1 января 1961 года. 35 лет по ней увозили сотни тысяч человек. Людей, осужденных по этой статье, называли не иначе, как врагами народа. Вообще, этот термин «враг народа» применялся в СССР с 1917 года для обозначения противников режима, контрреволюционеров. Так назывался любой человек, обвиняемый в антисоветской деятельности. Заключенные по статье 58 назывались политическими, по сравнению с обычными преступниками, которых называли уголовниками. Самой массовой мерой наказания по этой статье был расстрел с конфискацией всего имущества. Те осужденные, которым все-таки удавалось избежать расстрела, отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа. Их родственники также подвергались репрессиям. После освобождения враги народа должны были также держаться подальше и не имели права поселиться ближе, чем в 100 километров от крупных городов, причем в оговоренные судом сроки. В итоге Топоров провел в ГУЛАГе 8 лет, прошел 6 тюрем и 2 лагеря, на себе испытав нечеловеческие трудности выживания. Освободился он только в 1943 году и после освобождения работал разнорабочим в колхозе. Через 3 года переехал в Талдыкурган, Алматинской области, Казахской ССР. Как осужденный по 58 статье, работать учителем он нигде не мог, поэтому зарабатывал игрой на скрипке в ресторане Кооперативного союза. В итоге свою семью он не видел 12 лет. И только в декабре 1958 года вместе с реабилитацией в Топорово было снято клеймо «Враг народа». Адриан Митрофанович умер 24 июля 1984 года в городе Николаев, Украина. Несколько лет назад режиссер Дмитрий Егоров поставил в Томском тюзе спектакль «Крестьяне о писателях» с подзаголовком «Житие учителя в трех действиях» по книге Адриана Топорова. В интервью он также рассказал о Топореве. Цитирую. «Эта идея менять народ путем просвещения была его религией, и он от нее не отступил ни на шаг. Однако, как оказалось, думающие и говорящие люди не нужны власти. Гораздо удобнее, если крестьяне будут неграмотными и забитыми, ведь тогда ими легче управлять. Эта история показательная как для России того времени, так и для сегодняшней. К большому сожалению, нашей стране и сегодня не нужны образование и культура. Иначе как можно объяснить, что эти отрасли финансируются по остаточному принципу? А многие учителя, особенно в глубинках, живут за чертой бедности? На вопрос, пережив лагеря и ссылку, как Адриан Топоров относился к советской власти, внук Адриана Митрофановича ответил, что Сталина он называл усатым палачом. Какие мы все-таки разные. Я никогда бы не могла и в страшном сне представить, что Сталина последние 15 лет будут изображать на иконах, выходить с его плакатами, поклоняться ему, ну, странная затея, мягко говоря. Но со мной не согласится 45% велико необъятные, считая оправданными жертвы сталинского режима. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, опубликованных в 2015 году. При том, что в 2012 таковых было вдвое меньше – 25%. Хотя все знают, что с 20-х по 50-е годы 20-го века были осуждены по политическим мотивам свыше 4 миллионов человек. Из них более миллиона расстреляны. Очистки городов от безруких и безногих самоваров после Великой Отечественной войны в конце 40-х, которые, видимо, портили настроение. По поводу необходимости образованного населения. Есть также конкретные факты и цифры. Так, после революции 1917 года людей оценивали прежде всего по преданности делу партии, а на образование не обращали особого внимания. И именно это приводило к грубым, подчас роковым ошибкам, которые позже пагубно влияли не только на развитие страны, но и на жизни миллионов. Позже, когда советская власть окрепла, образование получило большую ценность. И примерно в 80-е годы огромное количество молодых людей имело высшее образование. Но это никак не повлияло на уровни развития страны. Почему? Да потому что в СССР было невозможно применить свои знания и умения, внедрить свои новые идеи на благо страны. В стране это просто не было нужно. Во время перестройки главной идеей уже стало обогащение любой ценой. А уж 15 июля 2016 года депутат партии «Единая Россия», заместитель председателя правления Сбербанк, заместитель председателя правительства Российской Федерации, одна из ста самых влиятельных женщин России по версии журнала «Огонюк» Ольга Голодец заявила, цитирую, «У нас есть просчитанный баланс. И этот баланс составляет примерно 65 на 35%. То есть 65% – это люди, для которых не требуется высшее образование. И 35% – специалисты. В дальнейшем эта пропорция будет меняться в сторону увеличения доли, для которых не требуется высшее образование. В свое время Лев Толстой написал, цитирую, «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Глупыми управлять гораздо легче». Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!